Городская педагогическая конференция – мероприятие традиционное. В ее рамках обсуждаются актуальные вопросы, подводятся окончательные итоги минувших учебных месяцев, а также ставятся задачи на новый образовательный сезон. В этот раз встреча прошла под названием девизом «Профессионализм, системность, эффективность – приоритеты региональной образовательной политики». Главная задача – это обеспечить качество образования на должном уровне, обеспечить наше достойное участие во многих мероприятиях, обеспечить поступление как можно большего количества учащихся в высшее учебное заведение, профессионально-техническое учебное заведение, среднее и специальное учебное заведение, для того, чтобы каждый из них получил профессию, для того, чтобы он востребован в обществе и в государстве. Участие в конференции приняло руководство города над Бугом, представители депутатского корпуса, а также учреждений образования. С началом учебного года собравшихся в их лице и всех работников образовательной Нивы поздравил мэр областного центра Александр Рогачук. Градоначальник подчеркнул, в деятельности местных органов власти образование занимает большое место. «Это и финансовая составляющая, практически 110 миллионов рублей из 300 общего бюджета уходит на образование. Во-вторых, очень много строится новых объектов образования в рамках подготовки к тысячелетию. Ну и в-третьих, что система образования города Бреста реально имеет большой потенциал, большие возможности. И вот проведение этих августовских совещаний, оно нацелено на то, чтобы мобилизовать наши педагогические кадры на новые достижения. Со своей стороны, органы власти не будут останавливаться на достигнутом. Будет дальнейшее строительство учреждений образования, тысячелетиям это не закончится». Уже сегодня сведены к минимуму такие проблемы, как, к примеру, нехватка мест в дошкольных учреждениях. Но работа по улучшению качества и повышению уровня образовательного процесса будет продолжена. В том числе и по направлениям, обозначенным губернатором региона Анатолием Лисом на областной педагогической конференции. «На прошедшем недавно областном совещании педагогов губернаторам поставлены конкретные задачи по повышению заработной платы педагогов, по повышению качества участия наших учащихся в республиканских и других олимпиадах, по повышению профориентационных моментов с точки зрения мобилизации наших детей на желание работать здесь, на Брещене. Поэтому не сомневаюсь, что у нас это все получится, и данное совещание будет подтверждением и даст хороший старт». После приветственной речи городоначальник вручил почетную грамоту заслуженному учителю Беларуси, основательнице первого в области лицея, почетному гражданину Бреста Светлане Семеновой за большой вклад в развитие системы образования города. «Спасибо вам. Оставаться такой же. Вашему преимнику, я не сомневаюсь, будет в начале нелегко, а потом за счет того фундамента, который вы же сформировали, наш лицейк пойдет и дальше в развитие. Спасибо за то, что вы делаете». В новом учебном году бессменный лидер Пушкинского лицея передаст свои полномочия и обязанности коллеге Ольге Гончаренко. «Время неумолимо, к сожалению. И я вот сейчас слушала вас и думаю, когда наступает время, когда ты чувствуешь, что ты что-то уже сделал, Александр Степанович, если хотя бы одна строчечка в истории города записана моим трудом, я считаю, что моя миссия выполнена и что я могу этим гордиться. Я очень старалась, чтобы это было так». Опыт и знания Светланы Семеновой, и в этом нет никаких сомнений, еще пригодятся системе образования Бреста, в том числе и в наступившем учебном году. Совсем скоро за парты сядут более 38,5 тысяч юных жителей города над Бугом. В дошкольное учреждение направится около 17,5 тысяч ребят. Все учебные заведения к образовательному сезону готовы, укомплектован педагогический состав. Осталось только начать путь к покорению новых вершин. «Чувствую радость, безусловно. В моей карьере это 20-й учебный год, и радость, потому что это встреча с детьми. А детство – это всегда самые яркие и положительные эмоции. Конечно, идем с новыми задумками. В школе был открыт центр по профориентации, создан был он в августе, откроется в сентябре. Много планов, много задумок, с хорошим настроением и с целью на успех, на победы».